Ребята, всем привет! Продолжая эксперименты с SDR приемником, сегодня хочу вам рассказать о том, как сделать самостоятельно антенну для приема сигналов самолетов, для их отслеживания на карте. Начнем с небольшого вступления. Все мы знаем программу Flightradar. Кто не знает, тот теперь уже знает. С помощью этой программы мы можем отслеживать местоположение самолетов в реальном времени на картах. В данный момент у меня открыта Москва, то есть мы можем в принципе и по всему миру посмотреть. Нажимаем на самолет, например вот этот рейс AFL 1855, у нас здесь высвечивается самолет Аэрофлота, летит он из Баку в Москву. Соответственно СВО это в Шереметьево посадку у него будет. Как работает этот сервис? Каждый самолет, когда летит, он передает на определенной частоте, конкретно по-моему 1090 ГГц, передает телеметрию. Соответственно Flightradar, ну вот этот сэр, что делает? Он собирает информацию со всех радаров, показывает вам в реальном времени вот эти вот, ну все эти самолеты, которые передают эту телеметрию. Вот, но главный как бы минус данного сервиса, это все-таки то, что он работает через интернет. То есть, чтобы пользоваться, должно быть интернет-соединение сервера Flightradar, идут данные и рисуют самолеты на картинке. Благодаря нашему SDR-приемнику мы можем делать это без помощи интернета оффлайн. То есть, мы можем самостоятельно принимать сигналы самолетов. То есть, наш приемник становится своего рода радаром, который принимает эти сигналы. С помощью вот этой вот программки, называется она у нас RTL 1090. Сейчас я покажу. Значит, мы ее запускаем. Вот первые данные у нас уже пошли, но антенна у меня сейчас подключена на ГОЯ. Она не подходит для этой частоты абсолютно, потому что это 1090 МГц на ГОЯ заявленная, по-моему, у нее 140 дробь 433. То есть, она вроде как двухдиапазонная. Вот этот диапазон это не ее диапазон, поэтому качество приема вот на этой частоте у нее не очень хорошие, скажем так. Да, но что-то она принимает. Вот эти цифры идут, это данные. Мы что-то принимаем. Давайте откроем программу Плайн Плоттер. Она у меня демо-версия, 21 день. Вот 9 дней я уже ей пользуюсь. И запустим. Должен сказать, что достаточно много помучился с ее настройками, чтобы вот с этой программы данные шли вот в эту программу. Я нашел в интернете где-то описание, как это сделать, но там автор этого описания допустил ошибку и я из-за этого очень долго мучился. Потом методом научного тыка сообразил, как можно, что нужно там сделать и в итоге она у меня заработала. Ну, в данный момент у нас данные идут, но вот пока самолетов нет. Давайте подождем, у нас обязательно должен появиться хотя бы один самолет. Вот я нахожусь на втором этаже. Вот здесь, кстати, на карте отмечено. Сейчас я увеличу. Эта карта у нас Москвы. Я нахожусь вот в этом месте. А, вот у нас, кстати, самолет появился. Я нахожусь в этом месте, я нахожусь на втором этаже и окно у меня смотрят вот в эту зону. Соответственно, вот сюда вот я никак не могу принимать. Для этого нужно, чтобы антенна была не в окне, она должна где-то наверху стоять. Ну, хотя бы надо жить повыше, да, чтобы больше был обхват зоны. Ну, у меня и второй этаж, и плюс еще не 360 градусов у меня, у меня строго, там, я не знаю, градусов 90 в лучшем случае. Ну, иногда бывает, кстати, я градусов, наверное, 130-140 захватываю вот от Москвы. То есть, если посмотреть вот в масштабах Москвы, например, да, сейчас, наверное, карту лучше сделаем, то где-то вот так вот я захватываю. Вот эту зону я могу принимать самолета. Вот здесь я ни разу ничего не ловил, потому что, ну, здесь у меня дом бетонный, он железобетонный, из панелей. Соответственно, условия приема у меня самые худшие. Плюс вот эта вот антенна совершенно не предназначена для этих целей. Так, на карте мы видим, переключимся, наверное, на спутник летит самолет. Аэрофлот 1861. Вот в левом нижнем углу мы видим его данные. Это у нас, ребята, оффлайн. То есть, это не через интернет. Это я на свой SDR приемник принимаю телеметрию с этого самолета, который он передает, и вижу его курс, скорость, высоту. Давайте его проверим. Значит, это у нас AFL 1861, курс 330, скорость 250. Открываем флайт-радар. Вот у нас AFL 1861, 247 скорость, курс 329. А у нас здесь, по-моему, было 330, да? 330, да. То есть, достаточно точно все это дело показывается. Но мы принимаем всего один самолет. То есть, если посмотреть на карту флайт-радара, даже вот в этой зоне, где я нахожусь, я должен, как минимум, принимать, ну, хотя бы вот три самолета я точно должен принимать. По идее, вот этот тоже я должен ловить. Даже при моих хреновых условиях приема, как минимум, вот эти вот самолеты я должен ловить. Ну, телеметрию с этих самолетов. То есть, целых пять штук. Но я ловлю только один. Как исправить это положение? Есть достаточно дешевый, простой способ, как это исправить. Можно дать самодельную антенну, и даже в моих условиях будет прием значительно лучше. И далее я вам покажу, как в домашних условиях, потратив 200-250 рублей, потратив 20 минут времени, как можно собрать антенну, которая будет принимать, достаточно хорошо принимать вот эти вот сигналы самолетов. И потом мы с вами сравним. Будем принимать сначала на ногу, на нашу антенну, которая не предназначена для этого, а потом переключимся на нашу самодельную антенну, и проверим результат, насколько стал лучше прием, и насколько у нас выросло количество самолетов, по крайней мере, вот в данной области. Так, приступим. Так, друзья, мы переместились на мой стол. Сейчас я вам расскажу о необходимых инструментах, чтобы сделать это антенна. В первую очередь, это сам кабель. Я использую RG59U с сопротивлением 75 Ом. Дальше понадобится... Ну, у меня пассатижи, у вас могут быть какие-нибудь кусачки, чтобы кабель откусывать. Изолента, скальпель либо острый нож, линеечка, чтобы отмерять необходимые отрезки. Ну, пинцетик это нам нужен, чтобы резистор припаивать. Резистор на 75 Ом. Вот. Его, конечно, не обязательно ставить. Ну, в принципе, да, самое главное по антенне не сказал. Мы будем делать коллинеарную антенну. Я порылся на разных сайтах, видел много разных реализаций этой антенны. Нашел на каком-то забугорном сайте. Человек там сделал, он сделал самую простую, просто вот из отрезков и резистора. То есть, я знаю, что есть там варианты этой антенны, где ставится медный штырь на четверть волны вверху антенны и, соответственно, на четверть волны алюминиевый штырь внизу антенны. Мы этого всего делать не будем. Мы будем делать самый простой вариант, который можно изготовить, я думаю, может изготовить любой человек буквально на коленке и там за 20 минут времени. Значит, это резистор, разъем ИСМА. Ну, ИСМА, потому что у меня ИСМА разъем на самом СДР приемнике. Ну, потом в дальнейшем нам понадобится еще паяльная станция моя, чтобы припаять резистор. Ну, в принципе, и все. Вот, давайте приступим. Значит, а начнем мы с вами с расчетов. Значит, рассчитывается следующим образом. Мы берем скорость света за 300 единиц, потом частоту необходимую нам, это 1090, то есть 300 делим на 1090, делим на 2, потому что у нас половина длины волны, и умножаем. Я взял в интернете порылся, везде пишут, что это надо, как бы умные, грамотные люди пишут, что это надо высчитывать, там, КСВ-метры и прочее. Я не стал заморачиваться, взял, на многих где-то сайтах встречал, что у данного кабеля, у него коэффициент 0,66. Вот мы, соответственно, возьмем это за основу. Потому что, повторюсь, я не стремлюсь сделать какую-то супер настроенную качественную антенну, хочу просто на коленочке быстренько сделать антенну, которая будет работать лучше, нежели то, что вот у меня сейчас ногой стоит. Так, еще раз пройдемся. Значит, у нас получается скорость света 300 делим на частоту 1090, делим на половину длины волны, то есть на 2, и умножаем на 0,66. Высчитываем это все дело, у нас получается 0,090. Длина отрезков, то есть антенна у нас будет состоять из 8 отрезков, которые будут соединяться между собой. Далее вы увидите, как они соединятся. Вот каждый отрезок, если считать под конкретно эту частоту, в половину длины волны, соответственно, у нас должен быть 9 сантиметров. Мы берем наш кабель и отрезаем отрезки. Только мы отрезаем не 9 сантиметров отрезки, мы отрезаем 11. По сантиметру с каждой стороны мы оставляем. Берем нашу линейку. Для начала мы просто отмерим отрезки, то есть не будем сразу каждый делать, то есть будем отмерять. Вот у нас 11 сантиметров, так и отмеряем 8 кусков по 11 сантиметров. Также мы отмеряем 9 кусок. Это кусок уже будет от антенны до самого приемника. У меня приемник прямо на окне находится, поэтому мне длинный особо кусок не нужен. Я возьму где-нибудь, ну не знаю, возьмем где-то сантиметров, так, навскидку 30. Теперь мы все эти по отметинам начинаем откусывать. И последний финальный у нас кусок длинный. Все, провод нам больше не нужен. Линейка нам еще понадобится. Значит, это пока мы откладываем в сторону. Значит, у нас получилось с вами 8 кусков провода по 9 сантиметров каждый. Ой, не 9, а 11 сантиметров каждый. Нам нужно с вами сделать куски антенны. Для этого мы берем и по сантиметру с каждой стороны мы срезаем. Но срезаем не полностью, сейчас покажу, как надо срезать. Мы срезаем изоляцию до центральной жилы. Ну, желательно стараться это делать поровнее. Особо сильно давить не нужно. И обязательно контролировать, чтобы не было короткого замыкания между центральной жилой и экраном. То есть, вот здесь нигде, а то может маленький усик там от экрана попадать на центральную жилу будет. Как бы КЗ, нам оно не нужно. Значит, отрезали примерно сантиметра. Приставляем к линейке. Отмеряем 9. Отмерили 9 и таким же способом обрезаем экран до центральной жилы. Друзья, вот у нас получился такой кусочек. Соответственно, все остальные куски, оставшиеся 7, мы делаем таким же способом. Самое главное, чтобы у нас длина этого куска должна быть ровно 9 сантиметров. Все, вам показывать не буду. А пока отключусь, включусь, когда уже все кусочки нарежу. Так, друзья, нарезал я 8 кусочков. Вот так это выглядит. И заодно сделал, сразу обрезал провод к самому приемнику, чтобы потом не сорить, потому что очень много мусора вот от этого вот, от экрана получается. Вот он разлетается везде, блин. Очень сложно потом от него избавиться. Так, все подготовили. Теперь начинаем собирать нашу антенну. Для этого нам понадобится изолента, наш скальпель китайский и, соответственно, сами эти кусочки. Предварительно мы сначала вырезаем... Сейчас что-то изолента у меня залежалась. Нарезаем маленькие кусочки. Сейчас объясню зачем. Нам нужны такие квадратики небольшого размера. Так, чтобы пальцы не порезать. Аккуратно работайте. Значит, что мы делаем? Мы берем... Квадратик нам не нужен. И вот так вот сверху. Обязательно перед тем, как это все делать, контролируем, чтобы у нас не было КЗ между экраном и центральной жилой. Берем и протыкаем. Делаем вот такую штучку. Вот так протыкаем мы. Берем второй кусок равносильный. И что мы делаем? Нам нужно, чтобы центральная жила одного провода попала между изоляцией и экраном другого провода. А этот провод, соответственно, его центральная жила должна попасть между изоляцией и экраном этого куска. То есть мы как бы таким образом соединяем. То есть вот таким образом у нас это получается. И их соединяем вместе. То есть сдвигаем. Центральная жила этого куска попадает между изоляцией и экраном этого отрезка. А центральная жила этого отрезка попадает между изоляцией и экраном этого. То есть у нас получается, как бы они меняются местами. Вот этот кусочек, он нужен для того, чтобы не было КЗ между этими кусочками. Теперь вот мы соединили плотненько. Берем изоленту. Обычную. Некоторые это паяют. Я как бы думаю, что паять вообще, в принципе, незачем. Ну, пайка, конечно, наверное, нужна для лучшего контакта. Но у нас сантиметр, считай, провода заходит в экран. Поэтому я думаю, что там будет нормально. Таким образом мы соединили два отрезка. Дальше мы соединяем остальные отрезки точно таким же способом. Да, он у нас тут вот выехал. Вот это вот за этим надо, кстати, тоже следить. Остальные куски соединяем точно таким же способом. Покажем еще раз, берем. Продолжение показать здесь. Один кусочек. Берем другой. И соединяем. Могу пилю с ним уже. Сверху кулу, часу, но потом. Ребята, делаем это аккуратно, потому что бывает, что центральная жила влазит из-под изоляции, и можно себе палец проткнуть. Я вот сейчас только что проткнул себе палец. Это мы делаем предельно аккуратно. Вот мы соединили уже три кусочка провода в один. Остальные кусочки соединяем таким же способом. Так, друзья, собрал я антенну. Сейчас вам покажу, попробую, что он в кадр вместилось. Вот что у меня получилось. Сразу подсоединил вот этот участок провода, который у нас уже к приемнику пойдет. На всякий случай прозвонил, чтобы нигде не было КЗ. КЗ нигде нету. То есть, ну, потратил я на это минут, наверное, 10-15 максимум времени. Теперь берем этот конец, который идет к приемнику, и подсоединяем сюда разъем. Сюда? Так. Так вот, мы затянули. Сейчас я его прозвоню. На всякий случай, чтобы был хороший контакт. Прозвонил. Разъем у нас установлен нормально. Теперь остался последний штрих. Нам нужно припаять резистор вот сюда. То есть, мы резистором замыкаем центральную жилу с экраном. То есть, вот так вот к резистору мы припаяем центральную жилу, а второй конец резистора мы засунем так же, как мы соединяли куски проводов. Для этого я использую свою паяльную станцию на базе Хака Т12. Замечательная, ребята, станция, должен вам сказать. Прям вот не на радуешься на нее. После обычного паяльника это просто песня. Нагревается моментально, прям буквально там за считанные секунды. Если раньше мне, чтобы припаять, я включал паяль, 10 минут сидел, ждал, а меня это дико бесило. То есть, с помощью вот этой паяльной станции все это происходит моментально. Даже могу продемонстрировать. Поставим, ну 300 градусов поставим. А у нас уже нагрелось 300. То есть, как только ее включили, уже пошел нагрев, а она у нас уже нагрелась. Так, значит, что нам нужно сделать? Нам нужно припаять резистор к центральной жиле. Для этого мы резистор немножко укоротим. Ножку резистора. Заказал кусачки нормальные с Алиэкспресса, но все-то они очень долго идут. Берем наш китайский флюс, супер-пупер. Тоже обалденная вещь, ребята. Правда, я тут еще ничего не приспособил, поэтому пока вот в таких колхозных условиях занимаюсь пайкой. Покрупнее возьму, как вам было видно. И припаиваем наш резистор. Припой просто сам растекается. Вот с помощью этого флюза припой прям моментально сам растекается. Вот могу вам показать. И все. Отличная вещь. Всем рекомендую и флюз, и паяльную станцию. Ссылку сделаю в описании под видео. Значит, другой конец резистора мы берем и засовываем в изоляцию. Ну, не в изоляцию, а в экран. Ну, вот таким образом вот у нас получилось. Это у нас конец антенны. Так, друзья, мы вернулись на мой компьютер. Открываем флайт-радар. Под тайм-аутом выключения. Значит, обновляем страницу. Так, и здесь мы видим пару самолетов, которые теоретически мы должны принять. Давайте попробуем. Значит, сейчас у нас подключена антенна на ГОЯ. Запускаем RTL 1090 и смотрим, что мы можем принять. Вот пошли какие-то данные. Запускаем, значит, свяжение. Включаем. И смотрим, что мы видим. А видим мы пока ничего. Телеметрия еле идет и самолетов не видно. Давайте теперь попробуем. Откручиваем, значит, нашу антенну. Ну, не нашу, а ногой откручиваем, а подключим вместо ногой мы нашу антенну, которую мы с вами только что сделали. Подключаем нашу антенну. Сразу, как видим, телеметрия поперла. Появились самолеты сразу два. То есть, прием у нас улучшился. Ребята, ну что, антенна работает. Несмотря на все, как бы, несоблюдение мной там разных моментов, да, касаемо там согласованности антенны, вот это КСВ-метр, то, что используют спецы, как бы, да, я достаточно далек от всего этого. Вот так на коленке запилить антенну за 20 минут, которая, ну, реально, вы видите, она работает. Она принимает телеметрию лучше. То есть, она настроена на частоту, ну, приблизительно, скажем так, настроена на частоту. И в моих даже плохих условиях приема она, видите, работает. Я очень доволен результатом, поэтому, если у вас есть возможность ее закрепить на крыше, чтобы у нее был обзор, как бы, 360 градусов, вот у нас третий самолет появился, то вы вообще будете принимать вот все вот в этом радиусе, да, вот вокруг Москвы. Здесь вы будете все принимать. Я думаю, и достаточно далеко от Москвы, потому что, на самом деле, эту телеметрию на хорошие антенны принимает он чуть ли не даже не за тысячу километров до радара. Вот, в принципе, все, что я хотел показать. Если вам понравилось, попробуйте сами, сделайте, проверьте, напишите в комментариях, получилось у вас, не получилось, насколько лучше стал прием в сравнении там с какой-то другой антенной. Я результатом доволен и желаю вам того же самого. Вот, видите, у нас уже четыре самолета. То есть, ну, работает штука, работает. Ребята, потратил денег, ну, реально на нее, на антенну, я израсходовал там, ну, 2 метра кабеля, это 20 рублей. Мне самое дорогое, наверное, это был разъем за 200 рублей. И то это я покупал в ЧП и Дипе, там драконовские цены. Этот разъем, я думаю, можно рублей за 100, наверное, найти. Вот, считайте, 100 рублей разъем, ну, даже 150 возьмем разъем. Резистор, он стоит, там, я не знаю, там, 3-5 рублей. 5 рублей резистор, 155 рублей и 20 рублей 2 метра кабеля. Ну, опять же, это если у вас приемник будет рядом с антенной. Соответственно, если у вас антенна будет далеко, то кабель, конечно, побольше. Ну, даже 10 метров кабеля, это 100 рублей. То есть, по сути, вы там за 250-300 рублей получаете антенну, которая реально работает, не надо ничего там покупать, что-то супер-пупер дорогого, какие-то КСВ-метры. То есть, непрофессионально просто посмотреть за самолетами. Это отличная вещь, рекомендую. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставим лайки. Если понравилось, если не понравилось, можете ставить дизлайки. Ваше дело, ваше право. Подписываемся на канал, пишем комментарии. Всем хорошего настроения, море позитива. Увидимся в следующем видео. Давай поймаем. Заход на посадку ширинейшего. Какая нужная? Вот красный светодиод сигнализирует о наборе температуры. По светодиодам отверстия это для подстройки температуры. Я еще и не делал, потому что такое.